Всем привет! Сегодня 24 января. С вами Игорь Бабушкин из Нью-Йорка, и мы начинаем международную панораму. Ну и не как всегда, не с Америки, а начинаем, конечно, с событий, которые произошли близко к границам Украины, произошли они в России. Речь идет о самолете, который был, по-видимому, сбит. Что, чего и как, попробуем сейчас разобраться. Начнем с того, что сбит был Ил-76, транспортный самолет, который может вести до 60 тонн груза на расстоянии 4 с лишним тысячи километров. Из различных паблик-источников следует, что самолет, видимо, был все-таки сбит, когда он летел в противоположную сторону от Украины. И второе, есть еще данные, что самолет был сбит после взлета из Белгорода. Таким образом, версия о том, что он вез в Белгород военнослужащих украинской армии для обмена, сразу встает под вопросом. Еще есть информация о том, что этот самолет пропал с радаров в районе Сирии. Этот самолет под номером RA-78-830 летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран. Возле Сирии он исчез с радаров и потом появился только под Белгородом. Эта версия указывает на то, что действительно этот самолет мог везти ракеты С-300, которые Иран поставляет российской армии. Также нет пока подтверждения того, что самолет был сбит именно украинской армией. И даже высказывается довольно странное предположение, что самолет мог быть сбит случайно ракетой, которые выпускаются по Харькову. Если самолет летел в сторону от Украины, то он мог быть принят ракетой за военный объект, который летит в Россию, и он мог быть сбит случайно ракетой. Так что история с Буком, который сбил самолет, который пролетал над Украиной, мы все помним эту историю. Эта история могла сегодня повториться. В общем, ничего не ясно, кроме того, что самолет разметало по полю так, что там концов не найти. И если будет привлечена международная организация для обследования места крушения, то мы узнаем правду. Если же, как обычно, как в случае с Пригожиным, российские власти откажутся от участия международных сил в расследовании этого происшествия, значит, мы никогда не узнаем правды. Поехали дальше к новостям из Америки. Поехали дальше к новостям из Америки. Ну, все, наверное, уже слышали, что Трамп победил Ники Хейли. И это, наверное, основное, что произошло в Нью-Хэмпшире. Потому что даже если Байден победил, будучи вписанным в списке, где его не было, это не является таким уж большим сюрпризом. Демократы действуют по указке сверху. Это как в путинской России. Примерно то же самое. Что сверху сказали, то и делаем. Поэтому любой член демократической партии пришел на участок и своей ручкой вписал имя Байдена и проголосовал за него. Ну, а у республиканцев немножко по-другому. И разрыв между Ники Хейли и Трампом составил всего 10%. Что очень немного, с другой стороны, конечно, много. Потому что Ники рассчитывала на другой результат. Посмотрим, что теперь получится в ее родном штате, Каролайна, где пройдут следующие праймерис. Ника, конечно, пригласила Трампа на дебаты, от которых он, скорее всего, откажется. Он не хочет выслушивать правду о себе, чтобы ее полоскали на весь мир. У него хватает других забот. Тем более, что сегодня вышли еще одни новости по поводу Трампа. Трамп проиграл дело о молчании. И сегодня Федеральный апелляционный суд, не сегодня, а вчера, во вторник, отклонил ходатайство адвокатов Трампа о пересмотре решения и поддержал частичное постановление о неразглашении информации Трампом. Фактически, речь идет о том, что Трамп не может говорить в полной мере то, что хотел бы сказать в своих предвыборных речах. Таким образом, как утверждают адвокаты Трампа, нарушается поправка Конституции и 100 миллионов человек, которые хотели бы услышать правду от своего кандидата, не могут ее услышать, потому что рот ему заткнули кляпом. Более подробно об этом можно прочитать на сайте нашдом.юэс и можно там же подписаться, чтобы получать все новости отдельно по Америке, отдельно по России, по Украине, по Израилю. Ну, пока Трамп борется с судебной системой США, Техас борется с федеральной системой, с Верховным Советом. Надо понимать, что Верховный Совет, естественно, несмотря на то, что там большинство консервативные республиканцы, Верховный Совет принимает законы, которые имеют главенствующее право и поддерживает, естественно, федеральную власть. Таким образом, то, что Белый Дом выиграл сейчас в Верховном Суде дело против Техаса и фактически хочет отстранить военных Техаса от охраны границы с Мексикой, это федеральный интерес. Но интерес штата такой, чтобы защитить граждан штата. Для этого, в общем-то, граждане выбирали своего губернатора и все свое руководство. И губернатор действует в интересах своих граждан. Таким образом, штат вступил в противоречие с федеральной властью, и солдаты Техаса заново устанавливают колючую проволоку на границе с Мексикой, фактически мешая работе государственных федеральных властей. Вот что заявляет пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер. Заявила журналистам в зале брифинга во вторник, что администрация определенно рада решению Верховного Суда, поскольку судебный запрет помешал агентам пограничного патруля выполнять свою работу, включая гуманитарную работу. Гуманитарной работой Белый дом называет встречу нелегальных эмигратов горячим чаем, теплыми одеялами и безопасным сопровождением в места отдыха, где они будут ожидать решения о том, чтобы получить работу и гражданство на территории Соединенных Штатов, так, как кого хотят демократы и президент, действующий Байден. Хотелось бы посоветовать пресс-секретарю Белого дома попробовать выступить таким же образом перед жителями Тексаса или перед жителями, например, заполненного мигрантами Нью-Йорка, где выселяют престарелых американцев, чтобы поселить туда вновь прибывших незаконных мигрантов из Мексики и других латиноамериканских стран. Борьба Тексаса с федеральными властями будет продолжаться, и это очень серьезно. Мы пока что не говорим о том, что Тексас уже заявляет о выходе из Соединенных Штатов, но все будет зависеть от выборов, которые пройдут осенью этого года. Но выборы – это всегда политическая борьба и не всегда честная, то, о чем нам всегда заявлял Трамп. В частности, и среди республиканцев тоже. Например, республиканец из Аризоны пытался подкупить Кэрри Лейк, чтобы она не баллотировала в Сенат. Фактически есть аудиозапись, она опубликована, что ей предлагали суммы совершенно невообразимых размеров, только чтобы она на два года отложила свою политическую деятельность и пропустила того, кого надо баллотироваться в Сенат. Мол, через два года она сама может обратно вернуться к политической карьере. Она это отвергла настолько, что, как она сказала, она бы напустила на этого человека свою собаку, но, к сожалению, у нее только мопс. Вроде бы шутка, но довольно грустная. Наш министр обороны Ллойд очухался в больнице и провел виртуальное заседание по Украине. Во время этого главы военных ведомств 50 стран обсудили положение дел в Украине. В своем заявлении Остин сказал, что украинские войска выматывают Россию, где Россия теряет огромное количество живой силы и техники на войне с Украиной. И Остин предложил всем усилить поставки противовоздушной обороны систем для Украины. Остин напомнил, что безопасная Украина имеет решающее значение для всей Европы. В свою очередь, ЦРУ также проводит масштабную работу по привлечению россиян против путинского режима. Опубликован ролик на русском языке, где от имени 35-летнего неназванного человека, якобы работника ГРУ и так далее, говорится о том, что призывают россиян учиться участвовать и сотрудничать с Центральным разведывательным управлением США по свержению путинского режима. Это не первое обращение ЦРУ к гражданам России. Еще в мае 1923 года был такой же видеоролик, выпущенный, где предлагалось сотрудничать с ЦРУ в интересах России. В Израиле предполагается перемирие на 30 дней. Об этом сообщают различные информационные агентства, но правительство пока этого не подтвердило. Высказываются предположения о различных вариантах обмена пленными, различных вариантах окончания войны, но все это пока в стадии переговоров и официального подтверждения пока нет. Заложники остаются в руках Хамаса. На этом я закончу сегодняшнюю международную панораму. С вами был Игорь Бабошкин из Нью-Йорка. Ставьте лайк, если вам интересно со мной быть. И, пожалуйста, подписывайтесь на сайт нашдом.юс, где много новостей в полном объеме. Вы будете получать каждый день по рассылке, которая проводится ежедневно в районе часа дня по восточному времени. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok